Так вот, соответственно, если вы сторонник тех идей, которые предлагает Трюду, что мы должны примечать всех, что наша сила в нашем разнообразии, то тогда у вас Канада. Если вы такой более консервативный человек, и вы хотите жить в стране, где довольно-таки жестко относятся к системе приема мигрантов, где жесткая система отбора, где, собственно, со всех сторон вода, и поэтому переплыть, дойти и так далее на надувных водках невозможно, то опять же Австралия. Следующий фактор, про который я хотел бы поговорить, это фактор, связанный с уровнем жизни. В общем, Канада и Австралия, они, в принципе, их отличают несколько строк в рейтинге, то есть можно говорить, что это одно и то же. Однако, и из того, что я вот для себя узнал из общения с австралийцами, минималка в Австралии и в Канаде отличается практически в два раза. То есть минималка в Австралии, она в два раза выше практически, чем минималка в Канаде. Таким образом, приехав туда, в качестве легального иммигранта, даже устраиваясь на самую худо-бедную, не знаю, там, простецкую работу, вы будете получать больше в денежном эквиваленте, чем если бы вы приехали в Канаду. При этом стоимость национальной возлюда по отношению к американскому доллару у Канады и у Австралии примерно одинаковая. То есть вы будете получать примерно те же самые деньги в эквиваленте к американскому доллару, но при этом вы будете получать в Австралии больше, чем бы вы получали в Канаде. Это важный момент. Как я опять же понимаю, потому что я увидел какое-то количество времени назад по статистике, по рейтингу, скажем, безработицы, ситуация в Австралии и в Канаде, она похожая. То есть в плане того, что где-то будет сложнее, где-то будет тяжелее, я думаю, что в таком плане вам переживать нечем, потому что ситуации похожие. Но, конечно, надо посмотреть по тому, в каком сегменте рынка, рынка труда, вы планируете работать. Потому что, возможно, если бы специалист по лесорубке, по лесозаготовке, то для вас Канада является более предпочтительным вариантом, чем Австралия. Потому что в Австралии лесов, конечно, не сегримо меньше, чем в Канаде. То есть в этот фактор надо принимать внимание и учитывать. Однако, если вы какой-нибудь простой инженер, или простой учитель, или какой-нибудь простой технический пистолет в какой-то области, то получается, вам никакой особенной разницы, никаких особенных предпочтений устраивать свою жизнь в Канаде или в Австралии, для вас никакой особенной разницы в этом плане нет. И что еще? Что еще? По уровню криминала Австралия и Канады примерно одинаковые. Что там, что там, уровень преступности, количество там, краш, убийств и так далее, значительно меньше, чем в США. И, соответственно, вы без проблем можете жить, безопасно жить, ни в чем не нуждаться. В чем отличие реальное, нехорошее, негативное между Австралией и Канадой заключается в том, что в Австралии, как я понимаю, практически везде очень-очень дорогая недвижимость. То есть вам реально придется очень много выкладывать денежек для того, чтобы купить свое собственное жилье. И другой момент, который мне приходит в голову, это стоимость автомобилей. Автомобили, как вы знаете, праворуки в Австралии и леворуки, да, к которым мы привыкли у нас дома. Соответственно, в Австралии машины, к тому же, стоят, как я понимаю, дороже, чем те же самые марки, которые продаются здесь, в Северной Америке. При этом Австралия больше ориентирована на машины, которые производятся в Японии, как я опять же понимаю. Если меня смотрят жители из Австралии, то поправьте меня, если я не прав. Но вот так вот по беглому взгляду, по беглым ощущениям ситуация в отношении автомобиля выглядит таким образом. Ну вот, наверное, и все основные вещи, что нам надо. Нам надо, если мы говорим про еду, то еда, еда, жилье, услуги, сервис, они одинаково стоят, примерно, плюс-минус. Но при этом, как я говорил, зарплаты в Австралии, получается, выше, чем зарплаты в Канаде. Климат. Каждый выбирает по себе. В Австралии климат теплее, естественно, чем в Канаде. Ну, я говорю, что я лично знаю людей, которые говорят, что годы, проведенные в Израиле, отбили всякую любовь к теплу, к жаре. Им, наоборот, сейчас по кайфу находиться именно в холоде, в морозе, где снега и все такое прочее. Все остальное думайте сами, решайте сами. Всем откланиваюсь, всем хорошего дня и счастливо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok